Это День города в студии Кристины Бочкарёва. Здравствуйте! Главные темы дня – День следователя. Работников Следственного комитета поздравили в библиотеке Горького. Опять прорвало. На улице Бакинских комиссаров бежит ручей из нечистот. 25 июля свой профессиональный праздник отмечают следователи. В Горьковке работников Следственного комитета поздравили в торжественной обстановке. За этот год в производстве регионального СК более 700 уголовных дел, треть из них уже раскрыта. Работа следователей дает надежду людям в том, что любое преступление не останется безнаказанным. По словам представителей СК, их работа намного труднее, нежели ее показывают в кино. Ежедневно они видят ту жестокость, которую сложно представить обычному человеку. Сегодня на торжественном мероприятии в библиотеке Горького сотрудники управления увидели поздравления от Владимира Путина, а после выступил руководитель Следственного управления по Рязанской области Владимир Никешкин. Главная задача для следственного управления, которая вытекает из тех посланий, которые нам дает президент и нас предстоит следственные комитеты, стоять на защите законных прав и интересов граждан, общества и государства. В этом наше изучение. Для того, как мы будем работать, такой будет авторитет всех государственных органов нашего народа. Поздравил сотрудников Следственного комитета и глава региона. Он отметил, что их деятельность не из легких и требует много знаний. И у него нет сомнений в профессионализме и эффективности работы следователей. А решать новые задачи, которые ставят время, следователям помогают передовые технологии. Вы действительно сохраняете правопорядок, вы укрепляете приоритет и силу закона. И от вашей работы во многом зависит безопасность граждан, в том числе и защита прав людей, которым нужна особая забота государства и защита законных интересов, бизнеса, в целом социальное здоровье всего нашего общества. После поздравительной речи Павел Малков вручил отличившимся сотрудникам Следственного комитета знак отличия губернатора за усердие. Работа сотрудников СК не прекращается. По словам заместителя руководителя СУСК Алексея Медведкова, за этот год они возбудили более 700 дел, треть из которых уже раскрыто, что на 18% больше, чем в предыдущем году. Работают следователи с обращениями граждан. Например, только в текущем полугодии у них в производстве три дела по невыплате зарплаты. Одно уже передали в суд, а работодатель возместил сотрудникам за должность свыше 20 миллионов рублей. Не забывают и о делах прошлого. Так удалось раскрыть преступление 27-летней давности. Преступление долгое время оставалось нераскрытым. Сейчас, в 2024 году, вторым отделом проследования особо важных дел, путем тщательного анализа собранных ранее доказательств и получения новых, в том числе путем проведения дополнительных и повторных судебных экспертиз, изобличено лицо совершившее жестокое преступление. Обвиняемый заключен под стражу, а уголовное дело в настоящее время передано в суд. Как отметил Алексей Медведков, современные условия службы предъявляют к следователям жесткие требования. Им нужно быть беспристрастными, с железной волей, с широким кругом интересов и иметь отзывчивое сердце. И сегодняшний коллектив следственного управления является достойным продолжателем традицией органов следствия. Анастасия Ардемитрифимов, телекомпания «Город». В продолжении темы. Если о преступлениях дней сегодняшних статистику подбили, то о делах дней минувших можно говорить бесконечно. В течение года раскрывают порядка 30 преступлений, а всего, что называется глухарей, больше тысячи. Одно из нераскрытых ранее дел – убийство еще из лихих девяностых. Тогда у вокзала Рязань-1 повздорили двое мужчин. Одному из них аргументов не хватило. Он разбил бутылку и розочкой убил своего оппонента. На месте преступления мужчина оставил важную улику – отпечаток пальца на осколке стекла. Так его и нашли десятилетия спустя. Под тяжестью доказательств мужчина в своем преступлении сознался. И это только одно из десятка преступлений прошлых лет, раскрытием которых занимаются следователи. Сложность здесь единственного в одном, что предметы, которые были взяты на местах происшествия, они в основном в своей массе следы преступлений утеряли. Поэтому приходится заново проводить те же генетические экспертизы, дактилоскопические и иные, чтобы хоть как-то попытаться восстановить. Работа со свидетелями, допросы лиц, поиск новых очевидцев. Как вот говорят психологи, с которыми общаемся по роли своей деятельности, если человек был очевидцем какого-то неодинарного события, которое бывает у него не каждый день, ну как например очевидцем убийства, то он этот день будет помнить по минутам и через 20 и через 30 лет. Поэтому совместно с сотрудниками уголовного розыска мы находим этих очевидцев, допрашиваем их, соответственно проводим проверки показаний с ними на месте. Ну по крупицам собираем доказательства. По крупицам собирали доказательства и по уголовному делу 97-го года. Тогда в селе Анино Михайловского района сотрудники милиции обнаружили труп пожилой женщины. Из ее дома пропали деньги и ценные вещи. По горячим следам нашли двух подозреваемых, но вину их доказать не смогли. Тогда в 97-м дело отправилось в архив. Пересмотрели его только в 23-м. Появились новые обстоятельства. Следователи заново допросили двух подозреваемых. За давностью лет наказание за хищение они не понесли, потому что насильственных действий не совершали. В ходе допроса и выяснилось, что на самом деле преступников было трое. Именно этот третий и совершил убийство, говорят следователи. А фабула простая. За одну ночь ограбили несколько домов. Хозяек пытали, чтобы те деньги и драгоценности отдали. Одну из них и убили. В тот день далекого 97-го преступники украли 1700 рублей и предметы обихода. После попойка и переезд. Этот третий покинул регион. Нашли его только в прошлом году, когда проверяли федеральные базы. Притом в одной из тюрем. Суммарно в местах лишения свободы мужчина уже побывал четыре раза. Сейчас уголовное дело направлено в суд. Как пример, я могу привести еще ряд уголовных дел в части фотографий. Если брать преступление прошлых лет, то лицо в тот период времени иначе выглядело, нежели сейчас мы его задержим, на опознание предоставим свидетелям-очевидцам происшествия. Я думаю, вряд ли они его познают. Был у нас одно дело в производстве. Лицо задержали, но, соответственно, опознать его никто не может, ввиду того, что прошел срок, он изменился, видоизменилась у него внешность и прочее, структуру лица. В ходе обыска изъяли мы фотоальбом у него в доме, где нашли старые фотографии примерно того периода времени. Предъявили его очевидцам происшествия, да, они его опознали. Расследованием уголовных дел прошлых лет занимаются все следственные отделы, говорит Григорий Коновалов. К тому же в следственном управлении есть аналитическая группа, куда входят и оперативные сотрудники. Вместе они выбирают, за какое уголовное дело возьмутся на следующем. К тому же выбор большой. В архиве около тысячи глухарей, которые еще предстоит раскрыть. И снова о зловонном. В Рязани очередной прорыв канализации. В этот раз прямо во дворе двух жилых домов. И началось все не вчера. Проблеме, говорят жильцы, почти месяц. Журчание воды признано одним из самых приятных звуков для человека. Правда, вряд ли с этим утверждением согласятся психологи. Если добавить, что течет этот ручей из колодца, а причина протечки – засорившаяся канализация. Камера не передает запах, но аромат такой, что в 30-градусную жару нам приходилось ночью находиться с закрытыми окнами. Бежит ручей между домами 3 и 7 на площади 26 бакинских комиссаров. Прямо здесь, из люка. А началось все, говорят местные жители в начале месяца. В первые дни июля был прорыв канализации. Источные воды текли из подъездов. А уже на следующий день – из люка. Сейчас, напомним, уже конец июля. Я обратилась в ЖО-20. Они приняли у нас заявку. Дальше ситуация в течение трех или четырех дней не менялась. И я уже написала в телеграм-канал нашего губернатора. На следующий день буквально мне ответили жилищные инспекции, что ситуацию они как бы видят, знают, передадут. Ну, прошло еще какое-то... Первое было 12-го, потом я обратилась 17-го числа. Также быстро ответили, что они в курсе, знают. И этот вопрос надо адресовать непосредственно водоканалу. Значит, в ЖО нам ответили, что водоканал не может найти подрядчика для решения нашего вопроса. Временное решение – открыть второй люк, чтобы в него стекала вода из первого. Кто именно такое придумал, жильцы в догадках теряются. А как только возмутились, что, дескать, люк открыт, а ночью участок не освещается, мало ли кто провалится, на следующий день появилась покрышка. Тут, говорят, сработали оперативно. А вот ответы от госжилинспекции. Оба, что 12-го, что 17-го, как под копирку. Произошло засорение дворовой канализации. Управляющая компания направила заявку в водоканал для решения проблемы. Проблема эта решается с середины июля до сих пор. Фестиваль кузнецов-секреты средневековых мастеров пройдет 26 и 27 июля на Рязанской ВДНХ. 80 умельцев со всех уголков страны, а также из-за рубежа продемонстрируют различные техники кузнечного ремесла. По традиции кузнецы проведут мастер-классы, выступят рок-группа Трития и ансамбль солистов Доминанта, а также посетителей ждет огненное шоу и пиротехническое мото-шоу «Мертвая петля». Оба дня международного фестиваля кузнецов «Секреты средневековых мастеров» на территории Рязанской ВДНХ будет работать выставка музея «Железное царство». Это уникальные скульптуры кузнеца-художника Валентина Воробьева и его коллег из Союза кузнецов-художников. До этого работы музея выставлялись в Парижском Лувре, а также в Доме музея Леонардо да Винчи. Но в эти два дня вы сможете посмотреть их здесь, в Рязани. Старт в пятницу, 26 июля в 15.00. Подробная программа в соцсетях фестиваля. Понятие эмоционального интеллекта появилось в 60-е годы XX века. Эта способность подразумевает распознавание своих и чужих эмоций, а также умение управлять ими. О том, как развить эмоциональный интеллект и в каких сферах жизни этот навык будет полезен, наша съемочная группа выясняла у психолога. Восприятие эмоций, их использование для когнитивной деятельности, понимания и управления эмоциями. Из этих четырех компонентов и состоит модель EQ – способность понимать то, что чувствуешь ты сам, и окружающее, а также умение контролировать и влиять на эмоциональный фон для достижения поставленной цели – очень важный социальный навык. Причем, по словам психологов, эмоциональный интеллект нельзя рассматривать отдельно от IQ, поскольку эти два понятия взаимодополняют друг друга, формируя у личности стратегию творца. Люди с таким архетипом занимаются творчеством, реализацией потенциала и обладают желанием оставить что-то после себя. Причем касается это представителей разных профессий, уверяют специалисты. Эмоциональный интеллект больше присущ тем людям, которые, вот знаете, как профориентацию проводят, когда старшеклассникам, есть ориентация там человек-техника, человек-человек. Вот тем, кто человек-человек в профессии развивается, у тех есть статистические данные, что эмоциональный интеллект развит выше. В силу того, что это взаимодействие более тесное, человек часто соприкасается с этим опытом, а если он часто практикуется в этом, и это является частью его профессии, то в таком случае эмоциональный интеллект будет лучше развит. В том числе можно всегда отнести стюардесс, сотрудников полиции, профайлеров. Человека с низким эмоциональным интеллектом выдает ряд конкретных черт. Так, например, с ним очень сложно договориться, он не умеет радоваться за других людей, живет руководствуясь или только логикой, или только чувствами. Низкий уровень эмоционального интеллекта означает неумение управлять эмоциями, проблемы в отношениях, низкую самооценку и затруднения в общении с другими. Все это приводит к одиночеству и изоляции, а впоследствии к ментальным проблемам, психологическим и физическим зависимостям. У людей с высоким IQ все с точностью наоборот. Эмоциональный интеллект, безусловно, можно развивать. Развивать его нужно с помощью регулярной практики. Регулярная практика будет заключаться в самой базовой, это самое легкое, что можно будет делать, это читать книги, потому что вербальный интеллект напрямую взаимосвязан с эмоциональным интеллектом. Чем более обширен лексикон и грамматический запас у человека, тем выше будет его способность описать собственные эмоции и чувства, и тем лучше он будет с помощью этого знаком с собой. Развивать эмоциональный интеллект не только можно, но и нужно. Одна из практик – это техника активного слушания. Для этого попробуйте не перебивать собеседника, сосредоточившись на том, что он рассказывает, в паузах задавая вопросы. Это позволит понять точку зрения другого человека. Отслеживать свои эмоции поможет так называемый дневник чувств. Для этого вечером запишите от трех до пяти эмоций, которые вы испытали за день, чтобы провести самоанализ и понять, как чувства влияют на мысли и поведение. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом у меня все еще больше новостей на сайте город62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова